Доброе утро всем! У нас дождь не передавали, но капает. Будем тут стоять еще три часа. У нас прям дождичек идет, у меня как всегда полотенце висят, но это обычная история, так что я пойду сейчас быстренько полотенце спрячу, но он только на час начался, потому что я видела, что было все сухо. И пойду бабушку укладывать. Баю-баю-баюшки-баю. Прям дождик вообще. Уложила клиентку. Смотрите, видите, вот эти штуки специально ставят, потому что если вдруг сильный дождь, то вода вот так польется сюда и чтобы не затекала внутрь. В общем, вот такие штуки ставят здесь почти практически все. Дождь не сильный. Те, кто дома, не ставят. Вообще замуровался. Замуровали демоны. Вон там, смотрите, сейчас покажу. Видите, такие доски, пластик. Блин, душ-то не передавали, откуда он взялся. Так, зато пахнет как. Я что-то многих слышала, типа здесь не пахнет моктрим дождем. Не знаю, что у них с нюхом. Я все нюхаю, мне все пахнет. Может, что, опять сейчас буду открывать. Посмотрю, потратился у меня вода или нет. Так, куда тут руку-то засунуть? Вот куда-то сюда. Вчера нажала. А вот куда? Блин. Вот опять. Вот так вот я вчера и мучилась. Не понимала, куда надо нажимать. Блин. А, подождите, подождите. О, нашла. Ой, блин. Тяжелая зараза. Зато выучила, что вода у нас вот здесь. Открыла ее еще. Ой, 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 страсти какие. Ну нет, не истратилась. Вон вода есть. Вода есть. Ой, все пыхтит, все. Все пыхтит. Сейчас как бы это сделать. Ну, грамм 300 влезло. Все равно, наверное, теряет, потому что она вообще не должна, не влазить ничего. Надо ремонтировать все равно. Потому что, если куда-то на дальняк ехать, то это не дело. Еще проблема, знаете, какая-то? Закрутить вот это все. Потому что она как-то закручивается. Блин. А, может, я в другую сторону? Я в другую сторону крутила. О, блин, дурочка. Не туда кручу, говорю. Ой. А, сейчас непонятно, конечно, откуда капает. В общем, так. А мне же сегодня еще после обеда ехать на работу. Я совсем забыла. А я сегодня, у меня же иностранка приедет ко мне. Так. Так. Чаш. Так, вот и моя сумка. У нас дождь закончился. Его вообще не передавали. Я вообще не поняла, зачем он начинался. Так. Телефон. Ну, все. Пошлите домой. Щи кушать. Сегодня щи буду со сметаной. Погода. Прям это шепчет, что надо супчика похлебать. Вы, наверное, обратили внимание, что я бровки подкрасила. Они немного подсмываются и не будут такие, как у Брежнева. Сегодня надела теплый костюм. Вот эту штуку мне вязала племянница мужа. Я его прям ношу. Очень даже. Она потом так обрадовалась, что мне она понравилась. Связала мне еще одну. Вот. И потом всякие повязки навязала мне. Больше всего ношу такую первую. Ну, все. Ну, что, красивая. Поехали кататься. Что-то, знаете, у меня голова сегодня болит. Может, температура, может, погода такая. Или что, непонятно, в общем. Головушка и губа. Цовы. Менька. Раздеваемся. Сначала Чарли, потом я. Одной рукой неудобно. Какую тебе тут вкусняшку дать. Ну, вот колбаску тебе. Колбаску. Вспомнила, что у меня есть каштаны. Они уже, знаете, такие. Сейчас красоту наведу. Волос уже длинный становится. Длинный. Поэтому нужно укладывать. И полусухие там внутри. В общем, когда они зажариваются, они такие, знаете, как дубовые. Ну, как высушенные. Опять. Так, моль какая-то. Объявилась вчерашняя клиентка. И опять по СМС. Спросила, можно ли платить карточкой. Вот этот червивый. Дырочка в нем. У меня карточкой нельзя платить. Ну, потому что нет необходимости. Я уже говорила, что у меня 60% моих клиентов это бабушки. А бабушки не пользуются карточками. Пойду еще возьму. Что мало. Вот. И, вы знаете, СМС-ка-то СМС-ка. Ее не сложно отправить. Но она же 50 копеек стоит. Я вообще не понимаю, почему. Ну, может быть, у нее интернета хотя нет. И зато я выяснила, что ей нужно. А нужно ей. Мелирование на полголовы. Так что, видите, путем проб и ошибок выяснили, что надо. Я буду очень-очень тебя любить. Так, парочку минут. Вот. Вчера муж заходил к сестре, принес вот эти вот. Это, знаете, испанские такие предновогодние сладости. Мне они не нравятся. Потому что, во-первых, они там какую-то приправу добавляют, который мне не нравится. Во-вторых, они такие рассыпчатые, что прям просто мне не нравится. И они сделаны из растопленного жира, свиного жира. Не знаю, как это по-русски. Вот. А мне это тоже не очень нравится. Вот эти всякие пульвуроны, вот эти вот мантыкаус. Смотрите, видите, какие они? Они прям вот, крошатся все. Вот. Если честно, мужу тоже такой не очень нравится. Но, видимо, ему не захотел отказываться и вот притащил. Вот это вот все будет лежать у нас годами теперь. Потому что вот мои пирожки, они все еще лежат. В общем, все лежит, ничего не жрется. Но зефир у меня не будет лежать долго. Это точно. Потому что зефир я... Вот сколько пирожкам уже 4 дня, а пахнут как свежие. Обалдеть, как вкусно. Ой, у меня еще и водка есть с начинкой, еще остались. Они тоже прям как свеженькие, вкусные. Но я позволяю себе. Я на завтрак ем мои пирожки и усил. А так бы я уже давно их слопала все. Кстати, чай нереально вкусный. Вообще прям обалденный. Вишни и малина. И вот прям чувствуется там и вишни, и малина, все дела. Я когда увидела красный, думаю, ну все, наверное, там этот гибискус какой-то. Ну да, вот он тут и есть, гибискус. Потому что во все вот такие красные чаи добавляет этот гибискус. Мать его. Не, я не очень люблю, потому что он кислый. А в этом чае его не так много. И больше чувствуется малина, чем всякие там гибискусы. Ладно. Пока здесь все делается. Пошла я дальше. На диване лежать, пока у меня время есть. Нет, сюда нельзя. Нельзя. Но, вы знаете, во всем надо искать положительный... Как это? Положительный результат или что? Вот, например, я сегодня налила себе тарелку щей. И такая. Ела две ложки. И думаю, что-то мне так луком хочется. Короче, я со щами слопала полголовки лука. С таким аппетитом, что просто жесть. Не зная, что потом у меня клиенты. По барабану. А почему? Потому что я подумала. Надену масочку поплотнее. И никто ничего не учует. И это я к тому, что везде надо искать плюсы. Маски, там дышать не могу, там пернуть не могу, там не знаю что. Все можно. И дышать, и не дышать, и лук жрать, и чеснок. Все равно этого никто не почует. Класс же, а? А раньше бы я бы сто процентов лук не поела. Потому что же я буду в тесном контакте с клиентом, да? Как бы это, не совсем в тесном, но все-таки. А сейчас слопала. Он такой сочный. Ой, наверное, свежачок. Прям аж сок лился. Во, блин. Вот так вот. Сейчас еду с англичанкой разговаривать. И разговаривать на пальцах будем. Ой, блин. И смех, и грех. Но она, видимо, какая-то, ей посоветовала другая моя какая-нибудь английская клиентка меня. И поэтому вот так. Ты пчела, я пчеловод, а я несу вам мед. Вообще на улице ходит то в чем. Я вот, смотрите, как это, укулючена вся. Сзади парень идет в маньке в одной. Хорячий, наверное, парень. С бородой вот такой вот. Ему тепло. Вот, вот. В масках жарко, а с бородой вот такой не жарко. Я вот этого не понимаю. Летом 40 градусов. Борода, о, о, идут. Им не жарко. А маску надели жарко. Где логика? А логика, знаете, в чем? В протесте. Люди любят протестовать. И чем больше людям дают свободу, тем больше они и потом протестуют, когда что-то, какие-то рамки начинают возводить. Вот. Поэтому. Они, потому что там маски мешают или еще что-то. Просто человеческая натура такая, что что бы кто бы ни сделал, вот нам что-то запретный плод сладок, да? Запретили. Надо протестовать. Свободу попугаю. Что, как это так? Меня обязуют надевать маски. Что-то я не слышала, чтобы люди протестовали против лифчиков тесных, против корсетов, как раньше носили, против трусов узких. Никто не протестовал. А ведь тоже мешает. Особенно летом. Ладно. Пофилософствовала у Маненечка. Теперь поеду-ка я. Что-то разрогатился прямо на проезжей части. А, ждет прогулку. Блин, ну все, не успела. Не успела. У меня пассажир. Товарищи, вам здесь нельзя находиться. Вам нужно идти назад. Это патрас. Бенга. Атрас. А донде ва? Тире патра. А то полиция штрахует. Посмотрите, какова красота. Море шикардос. Сейчас отработаю. Чарли, бен, таки. Чайки, не кричите, сердцу больно. Чайки, успокойтесь, все спокойно. Класс. Сейчас отработаю, короче, пойду туда. Наверное, уже будет темно. Хотя не знаю, сколько там я задержусь по времени. Посмотрим. А, это классно. Море такое прям. Отражение видно, облаков. И все-все-все видно. Вообще не шевелится. В общем, красота, лепота. Так, где я пройду? Там собака. Это бураки. Баму параки. Здесь лучше. После дождичка в четверг. Вот так у нас. Погода меняется буквально за пять минут. Лето. Ах, лето. Бананы все висят. Никто их там не тронул. Бананы. Бананы, мама. Может, их не видят, а моя. И лимоны висят. Там все висит. Меня так вымотала клиентка, что я не пойму, где ключи. И знаете, что я боюсь? Что я закрыла дверь на замок, а ключи оставила внутри. Они там и от машины, и от всего. Почему? Ну, бывает, может быть, и такое. Придется тогда замок ломать или еще что-то. Почему? Такая клиентка, еще она не говорит по-испански. Она одно хочет. Ее волосами это невозможно. Я и то, и все, и пятое, и десятое. Она хочет, как я, но при помощи мелирования. Я ей говорю, я не мелированная, я покрашенная. Нет, она хочет белое, но мелирование. И так с ней, и сяк с ней. А там три волосинки в пять рядов. Я эти волосинки и туда-сюда. Они такие сженые все. В общем, у меня уже было так один раз. Я замок повесила. У меня там как бы и замок висит, и дверь закрывается. И пошла. Мне кажется, я сейчас так же сама поступила. Ну, трындец. Сейчас посмотрим. Нет, друзья. Я их не внутри оставила. Я, блядь, их снаружи оставила. Вот так вот. Ой, зато закрыла. Ну, хорошо, что не это. Ой, блин. Вообще, она просто... Я вышла и думаю, что я могла сделать еще для нее. Ой, ну там ничего не сделать. Я уже все, что смогла. У нее эти... Седые волосы, поэтому она хочет прикорневое эмилирование. Вот. Ну, не хочет красить полностью, потому что, чтобы не ходить, каждый месяц не красится. Ну, хочет она так же быть белой-белой блондинкой. В общем... И... И ломал мне замок. Ну, как ключи внутри. Ну, а что? Голова-то дырявая. Блин, пиздец. Смотрите, какой у нас красивый закат. Супер. Там никак не могут две машины разъехаться. Вот этот вот черный какой-то дурак. Нет бы он прижался чуть-чуть больше к бадлюру и, может, даже заехал бы. Наверное, не умеет водить. Месяц. Пошла я вон туда гулять. Ключи-то нашлись. Да, Чарли? Поэтому идем гулять. Я уже дома. Сейчас тебе ебискуп скус заварю. Чаек. Ебискусовый. Все время забываю, где он открывается. Без кофеина. Это мне нормально. А то я так ночами не буду спать. Я и так-то не сплю. Чарли там кушает. И, наверное, тыблоко съем. А, кстати, муж-то, наверное, не просек, что я ему у яблоки вкупила его, который он любит. Яблоко, или, может, хурму съесть. Не знаю. Только такой выбор огромный. Хочешь хурму, хочешь яблоко, хочешь мандарин. Сладкий, сладкий, выбирай. Стевия. Стевия изолбану туда еще. Но все-таки не люблю я ни сладкое пить. Ни кофе, ни чай. не понимаю я вкуса не сладкого мне нужно чтобы было сладко и усе этим сказано конечно стевия дает свой вкус тоже все-таки травка муравка зато сладенько а мне есть творог там еще чуть-чуть я наверно творог съем точно его надо просто есть творожок ты где вот она творожок все ни яблоко ничего буду творог есть но тоже хочется сладенький а у меня знаете что есть сироп агавы это тоже не супер-пупер николай как это без есть калории 100 граммов 300 килокалорий но я же 100 грамм то не буду я чуть-чуть чуть-чуть не считается вот такой вот у меня будет ужин творог лайк кстати процентов история об этом умалчивает даже еще и не просроченный представляете а то у меня обычно стоит стоит и просрачивается опять всего процентов 5 процентный ух ты а это не просроченный так что я питаюсь не только просрочкой но и нормальными продуктами ладно за ваше здоровье всем вам приятных выходных да вы будете это смотреть в пятницу вся запуталась уже сегодня четверг завтра пятница сегодня пятница а завтра выходной я в новом платье пойду кур в общем у кого выходные всех приятных выходных а у кого не выходные продуктивного рабочего сегодня всего самого лучшего всем пока пока пока